всем привет дорогие друзья у меня в заложниках ваши сердца волосатые с вами еще больше минералов утреннее шоу развлекательное на канале дискастинг мэн со мной в студии сегодня павел болоцкий здравствуйте павел и петр сальников сидит там в тапках за кадром вот и так же я артовас мародиан с вами в гостях сегодня и мы расскажем все что мы знаем сегодня у нас 10 0 10 0 2016 у паша аватарка в почте в виде собаки а что еще не рассказал все что знаю обещал рассказать это все что я знаю перейдем наверное к новостям кто начнет я начнем с теста который надо начнем с теста да сами на просе картина дискастинга мэн давеча стартовала великолепный сайт великолепный тест на сайте на великолепном про музыку шестидесятых годов действия происходят в те же времена когда и происходили действия в игре мафия 3 ты музыку вырубил потому что тест музыкальный я буду я буду слушать и вы не те на то не ошибся ошибся наушниками я готов готов я начинаю тест какую это прочитай вопрос то какую песню исполняет эта девушка вот эта девушка плен очень громко что точно знакомая точно не очень тяжело слушать музыку когда смотришь этот ролик просто невыносимо она так че яростно играет видео по кругу идет а чёрт давай born to be wild это born to be wild ну жми дальше принять я угадал поехали дальше а почему музыка осталась ну ответ какие я так не помню сколько чернокожих парней поют главные вокальные партии в этой песне серьезно это такой вопрос сколько чернокожих парней поют не знаю давай пусть будет семеро потому что самый дебильный ответ неправильно двое да но очевидно что мы не правы как чё как как переводится на русский язык название группы которая записала наиболее известную версию этой народной песни либо они молс либо иглс я не знаю давай и иглс хотя наверно и не молс да чёрт это песня звучит в огромном количестве популярных медиа от игр до фильмов хотя поэтому колбу так сразу не скажешь как выпустил ее оригинальную версию давай кто выпустил сейчас я скажу ролик стоунс ролик стоунс сто пудово а я да но не узнать все равно невозможно слишком версии этой песни уже полвека звучат из каждого тигана кто записал оригинал давай варианты но хендрикс наверно или дилан или хендрикс не знаю точно не марли и сейчас окажется чтобы марли покинет но я почти угадал ну почти какая группа записала оригинал этой песни давай стоунс наверно потому что вторых я вообще не знаю креденс колероватор оригинал нет видишь вторые которых я не знаю именно потому что ты их и не знал но это исполнилось похоже как раз таки на стоунс как звали певца в оригинале исполнившего песни из которой этот фрагмент роберт пла а не 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 это джим моррисон в каком фильме квентина тарантино вы слышали этот фраг бешеные псы или криминальные чтивы блин ну давай бешеные псы дерьмо петя все ты составлял да небось кто написал педагог Которую орут эти люди Ага, окей Jefferson Replying Нет, что? Что? Дерьмо, я пошёл отсюда Не показывай результат текста Да вы же звезда караоке О, давай вот это Там такой мотив Air is a house In New Orleans Помнишь, официант, микрофон Держите 300 рублей Арик не знает битлов Серьёзно, там не было нигде битлов Ты пьян Ладно, давай переходим к новостям Вот такой вот потрясающий тест Хотя мы всё заскорили, поэтому вряд ли вы захотите Заходите И проходите его, но он крутой Спасибо Питру большое за этот музыкальный весёлый тест Новости Слух Сомбра появится в Overwatch уже на следующей неделе Сейчас я ещё музыку включу Ладно, давай Слух Сомбра появится в Overwatch на следующей неделе В сети появилась фотография ещё не опубликованной новости О том, кто такая новая и долгожданная героиня Сомбра И когда именно она появится в Overwatch Итак, по порядку Согласно утечке, Сомбра представляет Мексику и выступает на стороне когтя Она считается... Коготь — это типа плохиши Она считается одним из лучших хакеров в мире И большую часть сознательной жизни провела с мексиканским преступным картелем «Лос Муэртос» из короткометражки про солдата 76 Набор способностей и роль Сомбры на поле пока достоверно неизвестно Когда именно и где должна была быть опубликована утёкшая статья, остаётся загадкой Однако сголовок указывает, что Сомбра найдёт брешь для доступа в игру сегодня вечером Но когда именно случится это сегодня — неизвестно И когда этот вечер? Да-да-да Едва ли новость была написана больше, чем за неделю до публикации Так что теперь остаётся только ждать Тан-тан-тан Только ждать Да Ну, окей Ну а чё, у него какая-то унишка Да, не люблю такое оружие Я надеюсь, что у него будут крутые способности Типа, я хакну твою манку там и так далее И она хакает эту Анну Она такая, фарш, я хакну твою манку Больше ничего не умеет только хакать Анну Может, ещё и папку сможет тоже хакать А папка, а кто там папка, кстати? Есть папка? Ну, по-моему, этот... Солдат 76? Он чё, папка? Я не знаю Ну, просто потому что он старый? Да, или Рейнкхар, он тоже старый Ты нетерпим к старика Ужасно, ужасно Вот Я хакну твоих друзей Я хакну твою тёщу Нам пришло Денег Да Здравие Бочарова Пришло нам Доброго денёчка Он вернётся Добрейшего вечерочка Да Это Захарушкина эстусы Всем крепкого здоровьица На мне не пришло 136 Только тебе пришло Только я вижу это сообщение Да Я, кстати, ходил на выходных на Дети Мисс Перегрин Вот Ну так Хорошо Тут Пол Бэнкс просит поставить как-нибудь... Это я, да? Читал? Нет Я ниже читал Я здравейся А ты А Хорошо, дочитывай Прошу прощения в таком случае Сегодня Пораньше прийти не получилось Вот и не услышал Тут Пол Бэнкс просит поставить какую-нибудь Лейв Эриксон Как Приеду в РФ Загляну К вам Пол Бэнкса я же, кстати, ставил Но я ставил не Лейв Эриксон А что-то другое Я уже не помню что, если честно Ну что-то типа из классики Вот Поехали дальше Новость Про игру Года Вот Ну вообще мы не обсудили с тобой Сомбру Ну там А что ты? Пока не покажут ничего Ничего не узнаешь Да Вообще я читал новость, что Можешь всю внешность Можешь всю внешность Но я ее Школьница Школьница Фиолетовая шерсть Фиолетовая школьница Пьяная что ли? Пьяная Ну фиолетовая Мертвая это там Мертвая Утопшая Умерла от того, что напилась Поэтому синие Красная Вот Но в Overwatch все равно все воскрешаются Поэтому ей Плевать На это дело А это из другой игры Да Герой не умеет Где ты сейчас полдень Вот Ты сейчас Ты не поверишь У нас сейчас полдень почти Да Где-то сейчас Паша хотел сходить на Дети Мисс Перегрин Но попал на Дети против волшебников Нет Я сходил на фильм Мисс Перегрин Ну кстати Так Так Хотя В киношном блоке Можно будет Да Обсудить А сейчас И запускает нам рекламу И запускает нам рекламу Я уверен он лично сидит И сейчас Нажал и запустил нам рекламу Иди в жопу Ааа Нет Ты надо Да Я пока Пока не Ты так не сможешь Она паузится Вот так сделай Да Давай дальше Слишком А скажешь Зачитаем Да FIFA 17 Не-не Deluxe Edition Инкл Стильбук На первом месте Обычная FIFA На втором месте Плейстейшн На втором месте Делюкс Эдишн Инкл Стильбук Да Да FIFA 17 Делюкс Эдишн Делюкс Эдишн Без стилбука FIFA 17 Только стилбук Стилбук Эдишн Пятое Xbox One Эдишн Это же французский какой-то Эдишн FIFA Семья Да Не ну да Они там типа Эти такие А эти Эдишн Эдишн Это французская Иди нахер Иди нахер Найм 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 На пятом месте Версия для Xbox One Обычная На шестом месте Версия для PlayStation 3 Крайм Кто-то Кто-то еще покупает FIFA 18 на PlayStation Кто-то еще покупает И знаешь что самая Мяготка Что она обгоняет версию Для ПК Вот Дальше Внезапно Затесался шпион На восьмом месте Второй ХА Вот это я Корза Horizon 3 Стандарт Эдишн Для Xbox One А дальше Делюкс Эдишн Со стилбуком На Xbox One Давай не будем зачитывать Короче да Дальше одна FIFA Одна FIFA Да Из интересного Это на одиннадцатом месте PlayStation 4 КОДД 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 Ну то есть видимо Я не знаю что это вообще Это они типа на бумажках продают Знаешь из-под полы Типа эй парень хочешь Хочешь немножко фифы Хочешь немножко соска Фифа тут у меня типа На соске На коде На соске Можно напечатать CDK Вот И на последнем месте Last but not least Версия для ПК Стилбук Эдишн Кстати Делюкс Эдишн Со стилбуком И там тоже Стилбуком Делюкс Эдишн Со стилбуком На ПК нету получается Или она не попала Не заслужили Никто не покупает Да Короче На ПК и Делюкс Эдишн Смотри походу То есть Есть Обычная версия И стилбук Эдишн И стилбук Нет может и другие есть Ну да Я честно не интересовался Потому что Фип типа 5 версий И типа ты такой Дайте мне обычную пожалуйста Да Please Give me Да Ну вот Такие пироги В общем игра года Да В топе продаж немецкого Амазона За прошлую неделю Безраздельно властвует FIFA 17 На обложке Которой кстати красуется Немец Марк Розь Возможно кстати делаю это Да 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 мы что Немец Покупать Третий рейв Через FIFA В фильме Железное Iron Sky Там уже 14 Там на обороте луны Они же На обороте луны Серьезно Луна плоская Дарксайд of the moon Там все дела Ты такой Ты же никогда не видел Дарксайд of the moon И ты такой заглянул А там Найн Найн Пошел Там лапки Серьезные лапки Да Вот Тем временем Переходим К халяве Переходим К халяве Переходим К халяве Переходим Станут бесплатными Для подписчиков EA Access Ура Еееей Еееей Компания Планирует значительно Расширить Ассортимент Игр Которые не удались Которые бесплатно Могут сыграть Подписчики EA Access К первоначально Включенным The World Проектам Уже добавились FIFA 17 Need for Speed Unravel А так же Аркадные игры студии PopCap Такие как BGL И Feeding Friendly Но по Настоящему Интересные новинки Еще впереди Ну то есть FIFA 17 так себе А вот Серьезные новинки Я кстати думаю Что про FIFA 17 Там немножко Ошибочная информация Потому что FIFA 17 Не бесплатно Там 10 часов Можешь попробовать А потом уже Покупать В этом году В библиотеке игр Для подписчиков EA Access Появятся EA Sports UFC 2 Mirror's Edge Catalyst И Star Wars Battlefront Точная дата Добавления новых игр The Vault The Vault Пока что Неизвестна The Vault Это типа Убежище для Игр Убогих и оскорбленных Вот Да не Ну шутка Ну такая Ну вот The Vault Это EA Access Это такая система Где ты платишь бабос И у тебя есть возможность Некоторые игры Electronic Arts Большинство выходящих Пробовать Типа за неделю до релиза Тебе дают Либо одну там Две головы поиграть Либо 10 часов Как в случае с FIFA 17 Вот И в этом В этой подписке Еще есть отдельное Хранилище Которое The Vault Где вам просто доступны целиком Бесплатные игры Такие как например Вот Будут Mirror Sedge The Star Wars Battlefront Или Ravels Need for Speed И так далее Вот Такая же схема есть на ПК Она называется только Не Access А Origin Access Ну вот И то что там стоит 200-300 рублей в месяц Ну да Или 320 Вот В принципе неплохо Если вы поклонник игры Electronic Arts Если вы поклонник большой FIFA Вы можете типа Получать доступ Оплачивая Ну то есть Вы Бонусом Вы получаете доступ Плюс у вас есть The Vault В котором Периодически Появляются Какие-то новые Старые игры Которые можно погонять За которые Как бы денег Отдельно платить не хочется Типа Mirror Sedge Вот Потому что он Ну к сожалению Не так хорош Как ожидалось Но Как говорится За почти бесплатно Можно и погонять Ну в комплекте с другими играми Ну да То есть там не эти две игры Там большой список Вы сможете ознакомиться Воспользовавшись Современными технологиями Под названием Интернет Вот Павел Дальше К следующей халяве Уже Да сегодня день халявы Понедельник Кстати о тех же По сути о тех же Только для ПК Да И теперь без подписки Они выехали Да Компания Electronic Arts Продолжает традицию Раздачи игр В подарок Теперь пришел черед Классической стратегии Dungeon Keeper Выпущенный Петя Как раз Убежал Выпущенный из студии Bullfrock В 1997 году Продюсером игры Выступил Небезызвестный Питер Мунье Когда еще Питер Мунье Умел делать игры Да В игре нам предстоит Не штурмовать крепости А возводить их Чем дольше наше Творение Продержится Против орд захватчиков Тем больше Солдат и денег В казне Вы сможете Сохранить Получить Dungeon Keeper Совершенно бесплатно И оставить в своей библиотеке Навсегда можно Через приложение Origin Origin Это без ее аксессы Просто халявка Да Просто если бы Я запускаю Origin У меня там Ультима какая-то висит Я такой Что когда Или Что-то еще Но спам в прошлом месяце Вот Как-то так И Приятно когда Бесплатно дают игры Да Да И в целом это Классная игра Я с удовольствием ее Да Если вы не играли Поиграйте А в сервисе Steam Можно бесплатно поиграть Но я подозреваю что это старая Хотя не знаю Можно бесплатно поиграть Снайпер или 3 Военный шутер будет находиться В свободном доступе Да Это акция на выходных Все поездят Но нет Сегодня еще до 8 можно успеть Они обновляются Насколько я помню В 8 вечера по Москве До 10 октября Но если игра вам понравится Можно купить ее Со скидкой 80% Вот так Бесплатные выходные Получила и классическая Японская орлевая игра Tales of a Symphonia Это игра основная Это игра основная Адаптация для PS3 Оригинала Изначально Выходивший на GameCube Поиграть в нее Бесплатно еще можно В течении двух дней Ну имеется в виду В течении нескольких часов Сегодня Вот так Если я ни разу не заходил В Origin вообще Стоит заводить аккаунт Наверное Ну если вы не играете В игры Electronic Arts То ну не А также если вы Собрались играть В Battlefield 1 Или что Ну то есть Battlefield Любой Mass Effect Dragon Age Что там еще Need for Speed Sims SimCity Need for Speed Ну то есть Вот это все Если вы хоть как-то Собираетесь знакомиться С этими играми То да вам нужен Origin Вы никуда не денетесь От этого Если вы конечно не гнусный пират Да Вот Но если вы гнусный пират То вам все равно Ничего не связи Там Динува везде Да Вот Ладно Поехали дальше К новостям К новостям Что с новой речью ПК версия Final Fantasy 15 Задержится надолго Всегда Я думаю да На самом деле нет Но да Ну то есть странно Поступают смешанные сигналы Я бы назвал новость так Слухи о том что Final Fantasy 15 Все таки выйдет на ПК Ходят по сети уже давно Уже ну прилично Я помню что мы когда С Захаром транслировали Конференцию У Final Fantasy Почему то все ожидали ПК анонса Вот все абсолютно Там ну то есть Ходили прям серьезные слухи Что вот сейчас Главный анонс Будет это ПК Но нет Игра 2 И хотя Сквореникс До сих пор официально это не подтвердил Вероятность появления проекта На персональных компьютерах Высока Правда директор игры Ходзиме Табата Отметил что На создание ПК версии Если таковая вообще будет Потребуется не менее года Дальше Прямая речь Но Чтобы выпустить Игру на ПК Нам нужно адаптировать Движок А процесс это очень трудоемкий Тем не менее Это Дало бы нам Шанс выпустить Еще более качественную И технологичную Версию игры Отметил Ходзиме Табата Я не знаю Мне кажется Он может врать просто Он может Ну не то что врать Там он типа вру Но в том плане Что он ну Как это Когда ему такой прямой вопрос задают То ему надо что-то ответить Да И он Может сказать Не совсем правду Чтобы ну Не нарушать никакие Мне кажется Что она выйдет раньше Чем через год После релиза Возможно она выйдет ну типа Скорее Мне кажется Есть такое ощущение Мне кажется Что все зависит от продаж Типа От продаж на консолях Ну типа Да и в целом Мне кажется Что может быть другой вопрос Они не хотят одновременно Консольную выпускать Чтобы никто не запирать его просто В каких то Чудовищных масштабах Может быть Напомню что Final Fantasy 15 выйдет 29 ноября Классейшем 4 И Xbox One Это уже совсем скорость Полтора месяца И это Вроде как Должно быть хороший Final Fantasy Ни то недоразумение Вышло несколько лет назад Под номером 13 Я все сказал Да Да Там мужчины ездят на машине В четвером Бесплатно Без смс Да В одежде Ну как Платно конечно Ладно Но без смс Да без смс В одежде И жарят яичницу еще В своих кемпингах Вот И бьют редких животных Однажды Далее Кореех Всё Значит differential Победила на финалах кибербитвы «Мегафон». В Москве завершился финальный матч кибербитвы «Мегафон» между коллективами «Взвод» и «Пластилин». «Взвод» и «Пластилина». Сильнее всех оказалась команда Антона Логвинова и Виталия Вилат. Взвод, выигравшая 250 тысяч рублей. Ну, вы знаете, куда пойдут эти деньги. Четыре команды, победители предварительных квалификаций, 8 октября встретились в Москве, чтобы побороться за общий призовой фонд в размере 550 тысяч рублей. Местом проведения стала «Башня Империя». Аккуратором коллективов выступили известные блогеры и представители студии «Ру Хаб». Так, команду «Нотеплеер» возглавили Юрий Хованский и Иван Факер-Демкин. «Хонан» возглавил Данил Метагейм Грузинов и Андрей Дред Голубев. «Пластилин» Юрий Фрост и Ярослав НС Кузнецов. А «Взвод» Антон Логвинов и Виталий Вилат Волочай. Все коллективы были помещены в сетку Double Elimination с форматом матчей до одной победы. «Гранд Финал» проходил в формате до двух побед. Лучше наказалось «Взвод» и «Пластилин». Вот, там, сетка. Сетка. Сетка, да. Сетка, сетка. Сетка любви. «Взвод» и «Пластилин», которые сперва сыграли в финале верхней сетки, после чего встретились в заключительном поединке. Оба раза брала команда «Взвод», которая не проиграла ни единой карты за все события. Такие вот дела. Теперь мы знаем, что Антон Логвинов любит дотку. Да, на кончиках пальцев. Я почитал комменты к этой новости, говорят, там слушать Хованского было им мерзко. А он был ведущим, да, на самом деле? Ну, нет, он же в команде, то есть он, видимо, комментировал, как это все. Я не смотрел, если честно, и не осуждаю. Забавная, кстати, идея с... Блогерами? Блогеры плюс киберкоманды. Ну да, но это такой, типа, «Танцы со звездами». Ну да, да. Дотка со звездами. Дотка со звездами. Вот видишь, а 10 из 10 первое место. Да. В общем... Позвравляем Антона Логвиновна с победой. Потому что у Вилата и так все хорошо с киберспортом, а вот Антон, я думаю, в Дот выиграл впервые. Ну, я думаю, на турнире. Наверное. Ну вот. Поехали дальше. Анжей Сапковский заявил, что успех игрового сериала про Ведьмака негативно отродился на его книгах. На его волосах. На его волосах. Что? Почему? У него нормально все. У него есть волосы. Все нормально? Да. Я вам сейчас зачитаю, а потом скажу, что... Он выглядит как отец, приемный отец Гарри Поттера. Прямо в один в один. То бишь, дядя. Ну, дядя, да. Ну, вот, в общем. Да, я понял. Анжей Сапковский, да... Под одеялом. Сгрустнул. Имитрий Польский писатель. Анжей Сапковский является создателем вселенной Ведьмака, если вдруг не в курсе. Заявил, что успех игрового сериала The Witcher, студии CD Projekt Red негативно отразился на его книгах, несмотря на увеличение их продаж. Ну, что ты жалуешься? Твои книги покупают все больше и больше. А ты все равно жалуешься. Так он наоборот говорит, по-моему. Нет, он жал... Нет, ну, он недоволен. Сейчас я зачитаю, да. О своих чувствах он рассказал в интервью издательству Тигодник Полиетяка. Вот. Понимаете, когда многие люди видят картинки из игр на обложках моих книг, они думают, что вначале были созданы именно игры. А лишь потом я написал по ним свои истории. А уважающие себя фанаты научной фантастики или фэнтези относятся к подобным книгам по играм с некоторым пренебрежением. И мне... Я хотел сразу ремарку вставить. Уважающий себя фанат научной фантастики или фэнтези в курсе, кто такой Анжей Сапковский. Поэтому довольно странная предъява. Ну, продолжим. И мне приходится снова и снова объяснять, что книги я написал задолго до выхода первой игры. И песчаный черт, изображенный на одной из обложек, ничего общего с книгами не имеет. Вы не найдете его в них, даже если хорошо поищете. Отдельно Сапковский отметил, что разочарован в игровых сценаристах, пишущих исключительно за деньги. По его словам, такие люди работают, как правило, небрежно в полсилы. При этом талантливый писатель не ругает сами игры про Ведьмака. Ему лишь неприятные описанные выше проблемы, с которыми он столкнулся после популяризации вселенной. Я не завидую несомненному успеху игр CD Projekt Red. Я от этого далек. Но существует лишь один настоящий Ведьмак, написанный мной, и никто у меня его не отнимет, заявил Сапковский. По состоянию на текущий момент разработчики... Моя прелесть. Моя прелесть, да. Такой Геральт. Моя прелесть. По состоянию на текущий момент разработчики Witcher выпустили все дополнения для третьей номерной части и сфокусировались на масштабной ролевой игре Cyberprank... Cyberprank... Cyberprank 2077. И не только, кстати. Они говорили, что до 2020 или 2021, когда нам должны выпустить две, по-моему, крупные игры. Еще у них Гвинт на подходе, который БТТ стартует совсем скоро. Что я хочу сказать по поводу Червя. Он про этого Червя говорит. Ну, не знаю. Ну, то есть, это же нормальная история абсолютно, когда какое-то кино выходит, например. Возьмем на кино, потому что с играми таких примеров не очень много. Выходит фильм по какой-то книге, и книгу начинают промоутить через изображение из фильмов. Потому что это повышает продажи. Сапковского, естественно, подгорает от того, что на обложках его книг используются какие-то арты. Ну, я честно скажу, арты обложек книг по Ведьмаку, которые такое дерьмище вообще страшное. Я не знаю, сейчас бы... Сейчас бы обложку найти. Да, можешь найти, потому что... Вообще поищем. Да, потому что они настолько убогие, что просто, ну, пипец. Честное слово. Не знаю, серия книг Ведьмаков, Бей, там, например. Вот. У него, конечно же, ты что-то создал, некий продукт, и люди, которые начинают увлекаться вселенной, они не понимают, что было... Ну, то есть, где курица, где яйца, сейчас... Не-не-не-не, ты на английском, что ли? Нет, зачем, на русском, русские обложки. Вот. У него, да, подгорает от того, что люди не понимают, не разбираются в первоисточнике. Ну, то есть, ну, на любую, реально, в любую тыкаешь, они не настолько убогие. Вот. Ну, вот, например. Ну, вот, серьезно, вот что, это вообще, куда это, какие, ни в какие ворота не лезет. Сейчас, презрение. И вот, при том, что это уже после игры было. Это после... Это наверняка... Склейнер. Это наверняка обложка новая, потому что Yennefer точно взята из... Да нет, это какая-то 3D-модель вообще. Найди какой-нибудь... Ну, давай. Тут наверняка есть вот эти старые, убогие, вниз крути. Сейчас, где же они? Типа, вот это, вот это, да, вообще. Вот это вот, серьезно, да, серьезно. Вот это, типа, хорошая обложка, а то, что значит... Ну, то есть, лучше взять рендер из игры. Вопрос в том, что, да... Ну, то есть, я его позицию, в принципе, понимаю, но, блин, чувак. Ну, то есть, ты написал книги, твои книги стали... Люди начинают их читать массово. Мне кажется, он просто не очень умеет правильный пиар, потому что... Нет, просто я не первый раз от него это... Нет, нет, есть простой пример того, как работать популярному на весь мир произведения... Ну, популярным на весь мир медиа-контенту, назовем это так, и книги, по которой это сделано. У него нет влияния вообще на эти книги. Я понимаю. Они просто выходят, издатель лепит на них любую обложку, которая ему вызывает. Нет, нет, я имею в виду, что есть... Короче, есть автор, он сделал книги, по книгам делаются какие-то медиа-товар, скажем так. И есть в текущей истории нашей современной пример, как это работает хорошо. И это один из самых популярных сериалов... Игра престолов. Игра престолов, где популярность книги наравне с сериалом. И никто... То есть, создатели Мартин... Джордж Мартин не парятся. И Джордж Мартин уважают, и там все время шутят по поводу, кого он убьет. И при том, сериал же еще идет по-другим... Тут это разные ситуации. По некоторым пунктам, во-первых, сериал идет по книге, он дублирует. Он дублирует контент. То есть, действия, которые происходят, они дублируются. Во-вторых, они работают в тесной связи с Джорджем Мартином. Но Джордж Мартин не говорит, не открещивается от игр. В отличие от Сапковского. Сапковский уже не первый раз открещивается от игр. Хотя ему-то как раз-таки наоборот, надо принимать в их участие. Потому что сюжет там довольно неплохой. Во всяком случае, в третьей части. В третьей части, это вообще, ну, она воспринимается как полноценная уже часть вселенной. Именно книжной. Почему? Потому что она продолжает книги, по сути. Первые две игры, они, ну, все очень условно. Вообще, в принципе, книги по Видимаку, они так заканчиваются, что ты не предполагаешь какого-то продолжения. Но при этом, игры делают продолжение. То есть, первая часть игры, это продолжение, как бы, седьмой книги. Ну, вот. Да, вообще, просто. Видзмин. Это польская. Да. А, это комиксы какие-то. Это еще и комиксы, да. Красота. Берю. Беру. Вот. Поэтому, ну, как-то... Мне кажется, он просто как взрослый человек, который далек от игр, он такой, а, какая-то фигня стала популярной, а вот я книги пишу, понимаешь, ради... То есть, он что-то говорит, что вот они, типа, не любят сценаристов, потому что они за бабос пишут. Уважайте мои книги. Ну, то есть... Я требую уважения. Мне кажется, игровых сценаристов, как таковых, пишущих за идею, ну, почти не существует, потому что это... Это никак... Это не книжный писатель, где ты можешь написать книгу и попытаться ее издать и ничего не получить при этом. Ну, то есть, за идею просто. Здесь ты... Ну, здесь это полноценная работа, там, со ставкой и так далее. Вот. Поэтому, ну, мне вообще его позиции непонятны. Не первый раз я уже читаю его какие-то отзывы по игре, и он как-то бухтит, ну, реально, ворчит. Вот. Я не понимаю, почему. Ну, 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 да, ну и что ж, ну, Мартин тоже старый, но он же не ворчит. Мэйксм... Ты просто Мартину позвали сериал делать, который у себя фиговое? Я это не позвали. Я так понимаю, что изначально они ему предлагали. Они не позвали. А он, типа, да, это говно какое-то. А потом прошло две части... Теперь его кризис. Да, теперь вышла третья часть, которая там, блин, у всех прорвало, и он такой... Но он же как гордый и польский мужчина, он не может сказать, что я лох, он скажет, что все лохи, а все зря я молодец. Вот, жалко, конечно, потому что он, как бы, мужик талантливый, и если бы они не работали в коллаборацию, у них еще бы круче бы проект получились. Вот. Когда они могли бы фигачить и фигачить, он бы стал вторым Джорджем Мартином, от которого боялись, что, а, видимо, вдруг ведьмака убьют. Насколько я помню, там изначально история, когда они делали ведьмака, там они, собственно, договорились так, что вы делаете по отдельную историю, вы не берете книжную, чтобы, ну... Чтобы книги покупали, и в итоге получилось вот так. Получилось, как получилось. Поговорим про другого. Про котиков. Про котиков, да, новость про котиков. Генеральный директор компании Activision Blizzard рассказал, как его компании удается сохранять лидерские позиции в игровой индустрии, продавая огромное количество игр каждый год. Вот он, улыбающийся лицом. Милого мужчины, да. На примере сериала Call of Duty, пользующийся огромным успехом среди консольных геймеров, котик объяснил, что все очень просто, надо прислушиваться к своей аудитории и удовлетворять ее желания. Об этом сообщает портал Еврогеймер. Как подчеркнул президент, креативная и высокопрофессиональная команда Activision чувствует огромную ответственность перед игроками и всегда пытается приятно удивить их, понимая, что для покупателей действительно важно. Все, что нужно делать, прислушиваться. Это не значит, что поклонники возьмут и наделят вас идеями, но своими мыслями и мнениями они непременно поделятся. И если вы внимательно относитесь к их запросам, то получите отличный план по внедрению инноваций. Хрень какой-то сказал, отличный план по внедрению. Себе внедри. Call of Duty Black Ops 3 является самой популярной и успешной игрой поколения консолей. На этом поколении... там куда-то... поколение на консолях. Следующая часть серии Call of Duty Infinite Warfare, поставляемая в комплекте с ремастером Call of Duty Modern Warfare, поступит в продажу 4 ноября 2016 года. Совсем скоро. В общем, Бобби Котик говорит, что он прислушивается. Так что... Возможно, он не посещает... К мяуканью своих фанатов. Да, да. Возможно, он не посещает русские форумы и... И не смотрит ЕБ. Да, да, да. Поэтому он не знает всей правды, которые говорят об его играх. Да нет, на самом деле... Смотри, люди голосуют рублем. Ну да. Тут самое очевидное... Тут даже, ну как бы... Прислушивайся, не прислушивайся. Ну, Call of Duty, чтобы не продалась, нужно очень постараться. Серьезно. Это уже такой бренд. Это... Ну, надо постараться на консолях. Потому что... То, что на ПК там проблемы с оптимизацией... Мне кажется, Бобби Котик такой сидит и вот так вот деньгами просто делает на ПК и на оптимизацию. Вот. Потому что на консолях все как бы ок. Все покупают. Знаешь, все в порядке. Слушай, вообще с оптимизацией проблемы сейчас у всех. Не, ну там... Почти. Проблема в чем? Ну, то есть, помимо того, что, конечно, мы можем поругать разработчиков, как мы это обычно и делаем, и... А-та-та-та. Да, а-та-та. Тех, кто делает ПК-версии. Но не надо еще забывать... Что-то у меня сегодня почему-то проснулось желание защищать всех. Всех защищать. Вот. Не надо забывать, что конфигурация стала настолько много разных, что подо все оптимизировать сложно. И это понятно. Тот же Бэтмен, который мы гнобили весь год, который Архам Найт на ПК, вот вся эта история. У некоторых людей он абсолютно нормально работал на ПК. Абсолютно. То есть вообще никаких проблем не было. Но очень странно, что некоторые конфигурации... Очень сложно найти конфигурацию, на которой все работает. Большинство не работает. Так вот, видимо, не повезло и разработчику была именно эта конфигурация. Так, понимаешь, есть же системные требования, и порой у людей, которые точно попадают в системные требования, все равно не работают. Хотя мы точно попали в системные требования. Вот. Донат к нам пришел. Да, от... Присыпался. Не, наверное. 100 рублей от... Привет, мужики. Привет. 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 Прислушивайтесь к людям, которые говорят вам советы какие-то ценные. Бобби Котик это делает. Мне кажется, надо, знаешь... Вот, 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 есть такая фраза, типа, чтобы сделал Иисус, чтобы сделал Котик, чтобы сделал Котик. Всегда задавайте себе этот вопрос, когда у вас ставит какая-то дилемма, чтобы сделал Котик. Чтобы сделал Котик. Продал еще одну Call of Duty. Да, да. Тоже довольно, знаешь, атеистическое, типа, чтобы сделал Иисус, а если я атеист, что... Чтобы сделал, чтобы не сделал Иисус, я не знаю. Вот, Нодар Петр поиграл в Call of Duty трижды на Игромире, возможно, его в другие павильоны просто не пускали, у меня есть такое подозрение. Да, Петь? Не пускали же никуда. Нет. Да, вот. И он хвалит эту игру. Болый бегал. Голый бегал, Петр. Сказали только на Call of Duty. А там все голые сидели. Мужики одни, да? Специальный голоохранник для тех, кто голым приходит на Игроме. Зарность. Чтобы ты не чувствовал себя, как сказать, униженным, когда он тебя обыскивает. Чтобы я не чувствовал себя голым. Да, чтобы ты его тоже мог обыскать, если что. Вот. Ну, вы примерно поняли атмосферу, которая царила. Обыскать друг друга бесплатно безусловно. И Петру очень понравилось. Собственно, главный вывод. Петру понравилось играть в Call of Duty. Трунни. Да. И он очень рекомендует. Берем к следующей новости. Технологии. Sharp показали концепт Android телефона с потрясающим. С потрясающим. То, что его можно потереть. Да, да, да. Sharp умеет делать телефоны с миниатюрными краями, однако новый продукт компании выглядит просто великолепно. И я хочу его в телефоны уже сейчас, пишет сайт Shazoo. Концепт телефона называется Corner Air и использует технологии Free Form Display, который позволяет формировать XO-LSD, LCD точнее, панели. Сейчас бы и ЛСД реализовать. Да. В шарпе. Я шутернулся. Для различных пор. Реализовалось. Помимо практически полного отсутствия рамок сверху и по бокам, дисплей имеет разрешение в 1080p и размер в 5,2 дюйма. Но самое главное, тут края действительно закругленные. Они просто являются темными пикселями, как когда-то на macOS. К сожалению, пока продажи дисплеев с технологией Free Form Display сойдут не очень активно, хотя данный концепт Corner Air определенно выглядит заманчиво. Впрочем, у некоторых может возникнуть вопрос относительно фронтальной камеры. Мне плевать на фронтальную камеру. Она может быть, прикинь она, под экраном. Да. Знаешь, что я бы хотел? Чтобы под кнопками было красно. Под кнопками? Да. Чтобы эти кнопки были просто... То есть просто голый экран. Да, просто чистый экран. Ну, это круто, вообще круто. Да. Все равно они сенсорные, кому какая разница. Да, да, да. Я об этом говорю. Просто формировать как-то... Хотя с другой стороны у тебя сдохнет весь экран, ты ни на одну кнопку нажать не сможешь. Ну, знаешь, любой предмет бытовой техники, он если у тебя ломается, то лучше его менять. Нет, ну, на некоторых телефонах бывает, типа, он за рис, и у него есть комбинация, типа, зажать все три кнопки там или что-нибудь. Комбинация обычно связана с механическими кнопками, которые на панели. Нет, я про те, которые на переднем, на самом экране. Они все равно сенсорные, если у тебя зависает экран, они обычно не реагируют на твои нажатия. Нет, телефон выглядит очень круто, и это, ну... Я думаю, это то, чем мы будем пользоваться через несколько лет. Но я имею в виду не конкретно Sharp, а такие телефоны, состоящие... То есть это не первый концепт такого телефона. Но они всегда выглядят очень так, знаешь, хочется их там, типа, помацать, да. Потому что... А где Джек? А? Где Джек? Капитан Джек. Капитан Джек Воробей, и там где-то... Он снизу, скорее всего. Вот, Джек есть наверняка, потому что это же Sharp, Sharp делает для людей. У меня телик Sharp, мне очень нравится. Ну да, тут непонятно только, как слушать. В смысле, как слушать? Ну, то есть ты же телефон, типа, прикладываешь к уху, и вот куда? Куда? Откуда ты будешь слушать? Это... Через гранитуру, короче. Концепт. Да. Это же концепт. Это же концепт. Вот. Неплохо, симпатично. Зарядку у него, видишь, слева. Да. Невозможно и слушать там тоже слева. Как Engage должен держать. Слушать где-нибудь слева. Что это? Или это реклама? Нет, паузу нажми просто, и все. Это не реклама, это ролик. Вот. Что я хотел сказать? Был, по-моему, Нокия концепт какой-то... По-моему, это была Нокия концепт телефона-браслета. Он был, типа, супер тонкий, зеленый. Ты, типа, мог его на руку такой нацепить, снять. В общем, это интересный концепт, но пользоваться этим, мне кажется, не совсем удобно. Когда телефон совсем тонкий, это странно. Ну, то есть, это неудобно просто. Нужно быть, ну... Вот сейчас смартфоны, они вот в идеальной, мне кажется, конфигурированной. Ну, в идеальной толщины и веса. То есть, если делать их еще легче, мне кажется, уже будет не то, немножко. Хотя, тоже это все вопрос привычки. Ко всему, к чему угодно, ну, можно адаптироваться. Ну, как всяким таким предметам, которые у вас появляются в жизни, которые, кажется, с вами сначала неудобными, а потом мы такой, о, так джойстик от PlayStation 4 все-таки норм, ну, то есть, и так далее. Ну, от PlayStation 4-то и был мало. Не, ну, условно. От троечки не очень. От троечки, от двоечки, они все, в принципе, одинаковые, очень похожи были. Ну, от троечки был самый ужасный джойстик. Ну, у него маленький... Проблема даже была не в этом, а что курки-то, если кладешь на пол, они зажимаются. Я же рассказывал эту драму, что я играл в Dark Souls 1, положил, ну, а там NPC же очень агрессивный, если ты ударишь его, он, типа, навсегда с тобой не будет дружиться. Вот, или этот Demon's Souls был, там, по-моему, еще более жесткий, да, по-моему, Demon's Souls. Положил джойстик, и он, ну, типа, просто кладешь, он нажимает, сильно удар, и бам! Я такой, отлично, сейв запора. Серьезно. Ну, вот, за это, конечно, дизайнеру джойстика PlayStation 3 надо оторвать, как минимум, кончики пальцев. Как минимум. Джойстик. А лучше еще что-нибудь, там, не знаю, волосы с лапками. Оторвать. Да. Прямо оторвать. Новости кинцо. Ну, точнее, в том числе, сериал. Про Heavy Rain, что ли, говорили? Да. Трейлер третьего сезона «Черного зеркала. Ужасы дополненной реальности». Появился трейлер третьего сезона сериала «Черное зеркало», и Александр Башкиров уже рассказывал об основных сюжетах этого сезона, который создатель сериала и бывший игровой журналист Чарли Брукер сделал на деньги Netflix. Игрожурское прошлое Брукера сильно ощущается в трейлере, показывающем фрагменты эпизодов про агументированную реальность и про солдат будущего, сражающихся с мутантами. Ракурсы последнего очень напоминают Call of Duty. Давайте посмотрим, что тут женщина в розовом бежит. Не, ну вообще, не только в третьем сезоне, в первых двух сезонах тоже есть веяние игровой игры, потому что игры сейчас вообще-то одни из передовых наших с вами развлечений. Передовых. Да, конечно же, да. Вот. Если вы не видели «Черная зеркалка», мы неоднократно про него очень хорошо отзывали, сейчас мы, я думаю, не будем полчаса об этом рассказать, просто ознакомьтесь, это один из крутейших сериалов про наше, ну как сказать, не настоящее, но очень-очень близкое возможное будущее, связанное с технологиями, социальными сетями, все, что с этим связано. И вообще с обществом. Очень рекомендую вам, друзья. Не хочу спойлерить ничего, там каждая серия как отдельный фильм, у них нет каких-то общих сюжетов, у них есть общая идея, связанная с тем, как технологии внедряются в нашу жизнь потихоньку. Ну, типа, взгляд, типа, такой небольшой взгляд в будущее. В гипертрофированное будущее. Ну, то есть, они частенько ходят в крайности. Обычно они все в крайности, ну, в смысле, там все ролики шли в крайности. Нет, там не совсем, ты смотрел уже, да? Ну, да. Там не совсем, я бы не сказал, что это прям полная крайность. Это очень, это чуть-чуть они перекручивают то, что есть сейчас. Совсем чуть-чуть. И местами у нас в реальности происходят такие же вещи, ну, я имею в виду перекрученные, которые ты думаешь, ну, как это могло вообще произойти? Ну, вот, но с другой стороны, ну, вот, например, вспомни с премьер-министром, вот самую первую серию, с премьер-министром, вот эту. Первую. Что-то про свиньок, я чуть не очень помню. Оно, как бы, немножко перекрученное, как ты говоришь, но, в принципе, я вполне себе представляю это в наших реалиях. То есть, это не так, что тебя показывают какую-то полную дичь. Они показывают просто ту дичь, которая может произойти в любой момент в нашем современном мире. Ну, я не уверен, нет, нет. Там именно выкручено специально, чтобы показать. Там не настолько, я там говорю, что не настолько. Ну, блин, серьезно, никто не будет никогда делать такое шоу. Сделали же шоу, ну, хорошо, ладно, ты говоришь, что не будут делать шоу, но при этом постоянно происходит всякая адская дичь. Типа, вот, когда умерла принцесса Диана, вокруг этого сделали какое-то, ну, реально, ну, не шоу, но это было подано совершенно таким каким-то жутким образом. И вот про эти истории, про то, что фотографы там фотографировали, пока люди умирали. То есть, это для тебя не дичь, да? То есть, это не перекрученное. Ты понимаешь, осуждать фотографов... То есть, это пример, который сейчас первый у меня в голову пришел. Не, ну, есть стингер, да, про оператора, который там вообще подставы делал, чтобы больше. Слишком частные случаи, то есть, когда... Так в этом и фишка, это тоже частные случаи. Но, с другой стороны, знаешь, у всего есть две стороны. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, там, вот ты такой циничный, а с другой стороны, у каждого своя работа. Работа фотооператора фотографирует. Это не совсем работа. Знаешь, что, насколько я помню, по-моему, вроде в Америке или где-то, короче, ты можешь, тебя могут осудить, то есть, тебя реально могут посадить за то, что ты оказывал помощь человеку, если ты это сделал неправильно. Ну, да. Если из-за твоих действий человек умер. То есть, иногда лучше... Да, иногда лучше фотографировать. Ну, пап, я с тобой категорически не согласен. Вот, но я о том, что... Знаешь, в некоторых штатах могут посадить тебя за то, что ты спишь со своей женой в определенной позе, которая считается по закону штата неверной. Ты считаешь, что это нормально? Нет. Ну, это к крайности, да. То же самое, что можно посадить за то, что человек помогает. При этом у них можно выйти замуж за сарай. Или жениться на сарай. Или выйти замуж. Так что, я говорю, что, на мой взгляд, это... Ну, то есть, там есть, естественно, эпизоды, которые происходят совсем в каких-то гипертрофированных местах. Например, люди, которые в Кубах живут. Вот эти... Про чернокожевая история. Про реалити-шоу. Вот это сильно перекручено. Но, в принципе, оно отражает четкое происходящее в обществе. Дом-2, который сейчас все смотрят. Ну, то есть, это сложно объяснить. Понятно, над чем это для тебя будет. И, на мой взгляд, это как раз-таки довольно близко к реальности. Это может произойти в любой момент. Потому что, что у нас происходит так каждый день, это довольно дичево все. Вот. Новый сезон «Черного зеркала» — это всегда хорошо. Потому что сериал очень качественный и показывает... Поднимает очень интересные темы. И делает это очень красиво и интересно. Всем рекомендую. Заставляет задуматься. Да, очень сильно. Поехали. И иногда даже за некоторые серии там прям ругаешься до пены у рта с людьми. А, в этом классе. Со мной такого не случилось. Ну. Переходим к... Могучим рейнджерам. Возможно, для кого-то испорченному детству, а для кого-то, наоборот, ввернутому. Ввернутое детство. На Нью-Йорк Комик-Кон впервые показали трейлер «Могучих рейнджеров». Из детского сериала мастеризными монстрами рейнджеры превратились в подростковый фильм про грустных старшеклассников со сверхпособностями. Посмотрим, что получилось. На самом деле, мне прикольно. Тебе прикольно, а мне нет, потому что ролик не хочет показываться. Странно, странно. Попробуй еще раз. У меня просто работает ролик. Вот я его запустил сейчас. Могу рассказывать вам. Значит, смотрите. Тут школьники дерутся. Значит, белый спасает чернокожего. Девочки. Девочка смотрит на свой шкафчик, который разрисовали. Найди на Ютубе. Спасибо за этот ролик. Я не знаю, почему у тебя не работает. У меня работает. Вот. А, я могу дальше рассказывать трейлер. Так вот, значит, девочка обижают, рисуют ей какахи на этом. Потом она знакомится с тем белым, который спас чернокожего. И с чернокожим, которого спас белый. Они такие на небо. Воу! А там оттуда какие-то разноцветные херни. А потом кто-то нажимает на кнопку, все взрывается. Но без взрыва. А там какой-то дым. И потом они в темноте фонарик находят. И светят друг другу в лицо. И какая-то хрень каменная, грязная. Я видел порт, на который начинается так же. Вот. Запотевшая грязная хрень. Да. Потом голый мужик разбивает сортир. Вроде неплохо идет, да? А, ты нашел? Да, я нашел. А потом они еду полоскают зачем-то. И жарят ее с помощью силы своих. Полоскают. И жарят еду. С помощью силы своих тепла. Вот. Потом, да. Прыжок Нео из Матрицы происходит. Не знаю, насколько успешный. Потому что там быстро кадр сменяется. Люди тонут. Люди гибнут за металл, как говорится. Измени свое что-то там Destiny, по-моему, было. Измени Destiny. Измени Destiny. Вот. Ну и Power Rangers. С другой игрой. Да. Неплохо. Неплохо я описал, мне кажется. Трейлер отлично. Рассказывает Эли Рус. Рассказы трейлера. Лучшие рассказы. Согласен. Нам пришел еще донат пока. Не наверное. 100 рублей еще. Ну наверное. А, ну наверное. Почему не наверное? Ну наверное. Арик, ну наверное. Когда там Тощий из больницы выйдет. Я не знаю. Вроде выходил, но его опять загнали обратно. Надеюсь, Тощий скоро оправится и вернется в эфиры. Вот они где жарят своим теплом еду и ласкают ее. А тут прыжок сейчас как бы в матрице будет. Смотри. Он такой, смотри, побежали. Нет, нет, нет. Похоже на... Блин, как у Бога выглядит этот прыжок. Да, знаешь, мне в целом как-то все... Графон так себе. Ну то есть постеры крутые. Мне нравится как постеры выглядят. Но что-то я вот трейлер... Ничего так, да. Да, я вот посмотрел трейлер и... Ну... Ну типа непонятно. Ну то есть, знаешь... Я думал, что новые Power Rangers, они будут типа на серьезных щах и круто сделаны. Ну тут есть такая типо... Они на серьезных щах, но сделаны не круто, поэтому выглядит как старый Power Rangers. Реально. То есть в чем проблема старых Power Rangers? Ну как, проблемы нет. Они просто, ну, довольно бюджетные. Ну вот. И здесь графон весь тоже, ну... Ну вот с костюмом прикольно, а вот... А что они... Моменты с прыжками... Какие-то еще моменты, не знаю. Мне напоминают сразу. В общем, все нормально. Знаешь почему? Потому что они справились. Мне это напоминает старых Ranger. Мне не очень. Не знаю, какая... Мне напоминает это... Дух! Старых Ranger. Нет, мне напоминает пятерых Venom из Spider-Man. Вот. Они... Почему? Потому что их дерьмом обмазывают. Они нашли какие-то... Веном и дерьмом обмазывают? Ну, он обмазывается своим дерьмом черным. Вот. И превращается в Venom. Вот. Ну не, ну просто... Насколько я помню, у них там костюмы были, сидела. Тут какая-то грязюка на них полезла, типа из камня. Грязь из камня. Нано-костюм. Нано. Нано-костюм. Слышь, нано-костюм. Я не знаю, что ты на нано-костюм гонишь. Меня больше смущает общий графон, который местами не на одной планке находится. Где их этот здоровый мегачлен, мегазорд, мегатварь? Ну, они же там собираются из разных животных. Ты не путаешь с этим? С другим? Не, не, не. Там, где из разных собираются, это же этот... Любые трансформеры какие-то. Нет, ну в Power Rangers были... Ты хочешь, чтобы тебе сразу в трейлере все показали? Конечно, это самое крутое. Да вот именно, это самое крутое. Лучше бы не неудачников показывали, а показали бы, как собирается мегазорд, или там, я уже забыл, как его звать. Мега Power Rangers, назовем его так. Не знаю, мне в целом пофиг. У меня особых чувств к Power Rangers нету, я их в детстве смотрел. Иногда, когда вижу там по телеку или еще где-то, я за них залипаю, но у меня отношение к ним как к телепузикам. Ну, типа, я смотрю какую-то дичь. Типа, они жрут блины, и у них солнце ребенок. Ну, типа того, да. Но если я смотрю какую-то дичь, мне смешно, потому что это убого. Но также я примерно и планирую смотреть новых Power Rangers. Единственное, что вот мне интересно, смогут ли они эту убогость передать так, чтобы сам фильм целиком не смотрелся убого. Потому что за это многие и любят. Потому что там всегда происходила полная дичь. Либо второй вариант. Они сделают настолько серьезно и круто, что это будет уже нечто совершенно новое. Телефузик Рейнджер. Да. Ну, не знаю, там дичь, там только монстры были забавные. Ну, дайте тебе резиновые костюмы. Да-да-да, присылали какого-нибудь монстра, и они потом с ним дрались. Все, весело. Киану Ривз за ним придет. Давай. Топили. Бородатый Киану Ривз наказывает плохих парней в трейлере «Джон Вик 2». На Нью-Йоркском Комик-Кон показали первый трейлер «Джон Вик 2». Снова бородатый Киану Ривз, снова стильные пиджаки, снова динамичные перестрелки в темных коридорах. Судя по всему, режиссер фильма Чадо Стехелски содержит в себе обещания. Сдержит обещания и даст зрителю еще больше экшена. Ну, а что, собственно, еще-то нужно? Ну, да ничего не нужно. Вот, смотрите трейлер. Держит в себе обещания. Киану Ривз возвращается в роли профессионального киллера Джона Вика по прозвищу Баба Яга, который снова пытается отойти. 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 Отдел. Но на этот раз разборки с преступным миром, который не хочет отпускать Вика на пенсию, выходят на международный уровень. Основное действие фильма происходит в Риме. Вот официальный синопис. Смотрите трейлер сначала. Сначала... Я могу поделиться синопсисом. Поделись синопсисом. Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль его собаку... Ладно. Под свой контроль. Контроль. Просто в первой части штаба здесь все из-за собаки. Но тут тоже собака, да. Уик вынужден выйти из... Уик вынужден выйти из отпуска. Ведомый кровавой клятвой... Что? Ведомый кровавой клятвой... Типа, как перефразировать, хочет отомстить. Ведомый кровавой клятвой отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одним из самых опасных хиллеров в мире. Ведомый кровавой клятвой. Как мне нравится. Это звучит прям... Джон Уик 2 выйдет в прокат 9 февраля 2017 года. Вот. У него есть постер довольно... Хороший постер. Забавный, скажем так. Да, и реклама еще. Типа... Типа, увернись. Как в Матрице. Дочь this. Что самое забавное, что в трейлере старый друг Морфеус появляется. Да, да, да. С голубем. Прикинь, они объединят две вселенные. Типа, это параллельная вселенная. Все это в Матрице. Да, это все в Матрице. Поэтому он и такой крутой, собственно. Всем люлей навешивает в первой части активно. И во второй, вы не поверите, тоже. Снова в Матрице. Вот. Ладно, вернем к ним и дня. Пора. Время пришло. Вместе отправиться. Он ждет меня старинный... Я бы назвал тему дня следующим образом. Насколько... Насколько можно еще прогнуть фанатов Counter-Strike? Сколько еще можно из них высосать? Высосать можно много. В Counter-Strike Global Offensive появится расходами граффити за деньги. Я когда читал, я реально на выходных, когда увидел эту новость, я подумал, что это какой-то прикол. Нет. Ну, то есть граффити продавать за бабос, это уже... Причем об этом говорили еще, когда вышла Global Offense. Только вышла. Игроки заметили, что граффити пропало. Эта тема была до издавни в игре. И пошутили, типа, ага, добавят потом. За бабос. Оно же было, ну, недавно же было бесплатно. Граффити не было в игре. Не было. Дожди, ну... Не было. Ты, может быть, сверху о чем путаешь, потому что там граффити... Нет, подожди, разве в KS Go... В Go нет, в Sursing, наверное, есть, а в Go нет. Окей, ладно, не суть. Ты всегда прав в этом вопросе, потому что я не прав. Удивительно, компания Valve внедрила новый способ монетизации в KS Go. Она додумалась продавать... Я просто граффити не пользовался. Я тоже не пользовался. И поэтому у меня было ощущение, что кто-то пользовался. Я уже не помню, чтобы они были. Причем все не так просто. Когда-то безобидные спреи теперь участвуют в сложной экономической схеме. Пишет StopGame.ru Самая потрясающая находка граффити не остается у вас навечно. Вы можете использовать их только 50 раз. А после, извольте, искать другую премиальную картинку. Дальше больше. Valve разделила граффити на два типа. Одноцветные и многоцветные. Одноцветные выдают за игровые успехи, а многоцветные выдаются из специальных кейсов со спреями. А кейсов в KS Go, как вы наверняка знаете, штука не бесплатная. Не совсем так. Кейсы бесплатные. Ключи платные. Ключи платные. То есть вам играют, для тех, кто, как я, не очень сильно знаком с KS Go, расскажу, кто еще хуже знаком. Вы играете в KS Go, вам выпадают кейсы в процессе. За успехи, там, рандомно, неважно. Вот. И в кейсах скины для оружия, как раньше было. Скины для оружия и что еще? Или все? Или только для оружия скины? Я просто, очевидно, кейсов никогда не открывал. Сейчас объясню, почему. Ну, скины точно, а что еще падает? Так вот, суть в чем. Чтобы вскрыть скин, вам нужен ключ, типа, ну, и цена ключа зависит от того, насколько он, типа, насколько у вас классный сундук. То есть, реально, там, ключи могут быть, сколько стоить, там, несколько долларов, могут, там, десяток стоить долларов, да, я не справа? На разные, могут быть и дороже. Дальше больше. Кейсы тоже платные, но просто у кейсов есть шанс выпадения. Кейсы выпадают, их можно и купить, да. Кейсы выпадают, ключи не выпадают, ключи придется купить. Ключи никаким бесплатным образом добыть невозможно, в отличие от кейсов. То есть, какие-то кейсы вы можете бесплатно добыть. Наконец, со временем, ваше граффити в игре расцветают. Ой, расцветают, выцветают. Петь, ты слышал, да, про то, что Valve продает граффити теперь за бабосы в CSGO? Граффити! Тебе-то, может, и да, а фанатам CSGO нет. Рисунок продержится на стене или еще какой поверхности 7 минут постепенно исчезает. И они, они не бесконечные. У тебя есть ограниченное количество. Да, 50. Я говорю, 50 раз ты можешь использовать одну граффити. С другой стороны, Valve разрешает обменивать... Ох, как хорошо-то, а то уже отлегло. Обменивать, продавать и покупать запечатанные спреи на торговой площадке. Картинки придумывают художники из сообщества Steam, которые получают проценты от продаж кейсов с их творениями. Кроме того, во время матча вы можете нанести любой граффити из своего инвентаря. Для этого в CSGO внедрили отдельное меню. Один распечатанный спрей получат все игроки, которые запустят шутер до 10 октября. Друзья, поздняк. Вот. Что хочу сказать. И знаешь, когда я открыл для себя чудный мир вообще кейсов в CSGO, и вообще понял, как это все работает, весь механизм там несколько лет назад, я немножко, ну, подохренел от того, что кто-то реально платит реальный бабос за виртуальный ключ, чтобы открыть виртуальный кейс, чтобы открыть там скин, который ты нацепишь себе на оружие, которое никак не влияет на игровой процесс. И это не просто механизм, это не просто фан. Люди на этом строят там каналы свои, зарабатывают миллионы, ну, Valve миллионы. Многие зарабатывают просто деньги хорошие. Другие, то есть, вот эта любимая Ванина история Ефимова о том, что вот этот скин ножа, я не помню, как он, к сожалению, называется. Dragon там что-то там. Его скин в игре стоит дороже, чем реально нож в реальной жизни. Так есть скин, по-моему, еще. И это прям вот 26. А? Что? Это мэй. Вот. Бог с ним. Как бы есть спрос, есть предложение. Но вот с граффити это уже, знаешь, реально прощупывание почвы, когда народ просто уже, ну, типа... Когда народ реально встанет и начнет орать, что мы не будем рабами. Ну, но все равно, нет, все равно будут рабами. Все равно будут рабами, я не сомневаюсь. Потому что отдельные личности будут делать на этом деньги. Во-первых, отдельные личности будут делать на этом деньги. Во-вторых, за скины же для оружия платили, хотя примерно то же самое. Ну, то есть, вопрос только в том, что скины для оружия тебя хотя бы не выцветают. Выцветают. Вот это есть... Они выцветают. Че? Выцветают. Серьезно? Да. Ты никогда не видел, что оружие спотрепанное. Я думал, это скин такой. Ну, нет, нет, оно со временем... и наклейки тоже тебе надо его заново я не знаю насчет легендарных я знаю что у меня просто у меня не было никогда легендарных расцветок каких-то суперкрутых может быть суперкрутые выцветают намного дольше вот но бомжовые самые-самые дефолтные там первые которые падают тебе они выцветают со временем не то говоришь может это не мне конечно тебе несколько битв и все она у тебя уже покрывается говном но а кстати насколько и по оружию не выцветать там видимо там есть скин а есть оружие потому что я вот и я к сожалению не прав ваш ты вводишь людей в заблуждение ну в смысле у меня есть скин и он выцветает но он видимо не исчезает у тебя навсегда он просто просто будет оба трёхом наверно да да я думаю что так он про качество говорит ну да да ну а что это качество ну вот это все что я знаю просто я видел людей хотя пишут не выцветают просто есть разное качество ну вот и я говорю видимо есть более либо то что у меня самый бомжовый я уверен что бомжовые выцветают да но то есть нет с граффити они вообще исчезают то есть 7 минут повисел и граффити больше того у тебя закончился помимо того что у тебя ограничено количество граффити так оно еще исчезает в процессе матча ну то есть может я не знаю сразу потом есть сразу потертый но мне не попадался потертый у меня было у меня для ауга по-моему выпал какой-то голубых кровей ваша молодец спалил всех кайсеров в чате разом да нет ради бога играйте я целым не про я для меня это просто потому что я немного далек от потому что насколько я понимаю оружие в том числе падает из судуков то что есть например линейка стволов забыл как на старт что-то там у которых есть счетчик с убийствами вот меня я видел то есть у него пистолет на нем счетчик со сколько-то людей с пистолетом убил там или снайперка вот и эта штука не явно не исчезает никуда со временем я не слишком силен в этом деле ну как вы понимаете все что я знаю все что я видел это я знаю андрейка занес 500 рублей пишет спасибо за минералы отлично потратим потратим эти 500 рублей на скины на скины да на самом деле нет все еще на шамуку и и шлюху шалуха да настолочки и телочки ну вот я я я я люблю этот мир я люблю людей я люблю мал которые так грамотно манипулирует своим комьюнити ну то есть это же талантище ну вот интересно на талантище уровня apple насколько вот это все все вот нет такие смотрят и такие я хочу вначале я буду начали я думаю это не никто особо не было ну то есть это постепенно все пошло вот но вот теперь когда условно есть рынок скинов ящиков и ключей есть рынок и в этот рынок закидывают еще кое-что что в целом ну вот вот вы интересно как среагирует да не уран будут заниматься этим или не будут будут и ты понимаешь что это не сильно отличается это пришел донат от ебанутого боженьки 150 рублей дэдскул однажды победил карнажа закачав дабстеп на его плеер серьезно это офигенно но так немножко информации чтобы мы знали спасибо это кстати очень полезно я знал что с дабстепом что-то не так вот так вот по поводу будут все нормально то есть на самом деле это не сильно отличается от того что сейчас есть со скинами истории вот эта истерия по поводу того что я хочу скин ну то есть есть ну то есть не просто же так вот эта история что золотые пушки люди любят это если бы люди этого не любили большая часть людей это да но большая часть рынка на который рассчитан этот продукт то это бы не происходил и с другие стороны граффити ты можешь продемонстрировать всем ты можешь там накрасить поэтому это будет работать чувак это будут люди покупать граффити это там прикольно но вопрос в том что ты не будешь платить денег за граффити я не буду платить денег за граффити а миллионы других людей будут мне кажется в основном будут делать на это деньги Да, и ты думаешь, да? Все-таки думаешь, что это ради денег, да? Нет, тебе ничего святого. Мне говорят, завязывать с наркотой сатры. Не знаю, что значит сатры. Мне кажется, вам пора заканчивать тоже с наркотой. Потому что вы пишете сатры в чат. Вы можете формировать мысли. Все, кто под наркотой, пиши сатры в чат. Школьники не люди. Что такое Дептпул, Дабстеп и Плеер? Я знаю, осталось понять, что такое Карнаж. Но у вас есть одна попытка, и вы сможете. На этой прекрасной, наверное, новости мы, наверное, будем спорачиваться. Слимсик считает, что странная жикуляция. Странная жикуляция. Да, и синяки под глазами могут быть только от наркоты. Нет. Нет. А вы знаете, да, что может быть и наоборот? Без синяков. Наркота? Да, да, да. Наркота, может быть. Наркота, может быть. Наркота, может быть, в организме. Да, да, да. Сатары. Вот три-четыре сатары. Микрофон бы получше или предметы в комнате побольше? Что за странная? Давай, окей. Предметы в комнате побольше. Главное вопрос. Еще я могу сесть. Вместо тебя. Тарки возьмите. Подожди, нормально затолкать что-то. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. С вами была передача... Сейчас гантели мешают. Еще больше минералов. Друнь, друнь. Да. Спасибо, что смотрели наше утреннее шоу. Белый снег. Одеялом лоскутным. Ну, не лоскутным, это какой-то. Пирамидарный. Пирамидарный. Вот, увидимся с вами. Я же подавился. Это все на твои наркотики, Паша. Всем счастливы, пупсики. Всем старовчат. Увидимся. Это была последняя новость в мире. До новых встреч. С вами Павел Болоцкий, Артас Мурадян. Еще больше минералов смотрите только нас. Ну и канал Дискастингмен. Заходите на сайт. Не забудьте про классный тест. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дискастингмен. Дискастингмен.